13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Своё особое мнение здесь, в нашей студии, сегодня высказывает член регионального штаба ОНФ Константин Свечихин. Константин, добрый день. Добрый день. У вас, слушатели, есть возможность задавать вопросы Константину, но не по телефону, а на сайте хокерова.ру. Там есть форма анонса. И я в течение нашей программы буду обновлять запросы и смотреть, что вы присылаете. Вот Николай подготовился заранее и прислал вам, Константин, следующий вопрос. У вас желание из общественной работы в ОНФ попробовать себя чиновникам, видимо, хотел сказать, нет ли? Нет. Не дополнил. Цель, задает вопрос, цель в тех сферах, что сейчас критикуете, навести элементарный порядок. Я так понимаю, он спрашивает, вот вы сейчас критикуете, а не хотите пойти в чиновники и там себя попробовать? И навести этот порядок? Во-первых, я не скажу, что мы уж критикуем, мы просто пытаемся разобраться в данной ситуации. Да, критика это критика. Мы разбираемся в данной ситуации и пытаемся наладить какое-то разумительное общение между чиновниками, как называют, да, властью, и обществом. А именно граждане, которые ездят на машине, ходят по тротуарам, смотрят всю эту действительность, которая происходит. Хотя чиновники также ходят по этим же тротуарам, ездят на этих же автобусах, на машинах. Но почему-то, когда они заходят в свой кабинет, они становятся чиновниками, а не гражданином. Мы стараемся вот эту, как говорится, границу убрать своей работой и наладить какое-то разумительное общение, чтобы они слышали граждан, которые живут не только в Кирове, но и в Кировском области. Да, Константин, ну почему бы и нет? Почему бы и нет? Почему бы не стать чиновником, зная всю эту ситуацию? Не надо будет никому ничего объяснять, сами будете знать. Пойдете, будете делать. Иногда профессия поедает человека, как я это назвать могу, да, можно просто превратиться в чиновника, и эта профессия съест тебя просто. Ты попадешь в этот круговорот, как говорят, работы, да, и просто-напросто не начнешь замечать те моменты, которые ты замечаешь не чиновникам. И я считаю, что в данной ситуации, в которой я сейчас нахожусь, мне это более комфортно. Значит, перейдем к вопросу, к которому вы собаку съели, что называется, это деньги и дороги. Вчера особое мнение здесь, в этой студии Дмитрий Русский, депутат ОЗС 4-5-го созывов, рассказывал, что деньги в город Киров приходят огромные. Я, правда, немного запуталась в цифрах, надеюсь, вы проясните. Речь идет о сумме около 1 миллиарда рублей. Правильно я понимаю? Да, вы правы, но эта сумма маленькая, чуть-чуть больше будет, да, потому что... Какая? Ну, порядка 1 миллиард 200 получится у нас в общем числе, да, плюс будут суммы еще связаны с дворовыми территориями, со скверами, парками, о том, что мы с вами неоднократно обсуждали, да. И вы сами понимаете, у нас только на дворовые территории порядка 200, но с учетом софинансирования, разделения между другими округами... 200 миллионов. Ну да, там, может чуть-чуть меньше будет, потому что сейчас конечной цифры нету еще, вот примерно там ровно 200 миллионов, нет такого. Есть понимание примерных сумм, да, примерного бюджетирования со стороны Федерации, местного бюджета, да. Но сумма колоссальная, город Киров никогда таких сумм не получал, даже сумма 1 миллиард, если звучит, да, вы сами понимаете, никогда об этих цифрах мы не разговаривали, да. Потому что тот год, он был одним из самых крупных по финансированию, а этот год еще крупнее. И вот здесь задумываешься, это благо для города или это несчастье? Потому что если не справиться с этими деньгами чиновники, упомянутые уже нами, не к ночи, то неизвестно, да, во что это все выльется. Насколько вы уверены в том, что программа будет реализована в полномерии? По крайней мере, на сегодняшний день шаги, которые делают со стороны власти, со стороны городской администрации, со стороны Министерства транспорта, да, Кировской области, они правильные. Почему? Потому что, по крайней мере, собираются разыгрывать аукционы уже по весне, а не как это мы делаем в том году, например, летом, да, когда уже нам наспех пришлось по-быстрому сформировать эти аукционы. В итоге их выставляли уже в июне, и крайний срок был сентябрь месяц. Давайте разберемся, Константин, итак, у нас денег много, миллиард двести на дороге, город Киров, деньги, которые идут из федеральной программы по благоустройству, добавляются дворы и скверы, да, все аукционы и по тем, и по другим деньгам уже весной пройдут, вы говорите? Ну, по дворам, все аукционы все равно будут проходить весной, просто какие-то аукционы будут раньше, это по март месяц будут проходить, какие-то аукционы будут проходить дальше. Ну, по основной программе, по основной сумме, да, это по программе, которая называется у нас «Безопасные и качественные дороги», это связано с агломерацией, а именно с агломерацией города Кирова, к которой относятся город Слободской и город Киров-Чапецк, все аукционы должны пройти по марту месяц. Вот, давайте мы не будем смешивать тогда два проекта, проект по благоустройству города, который касается дворов и скверов отдельно, а вот проект, о котором вы сейчас заговорили, мы его еще пока не раскрывали здесь у нас ни в дневном развороте, ни в особом мнении, и слово агломерации у нас, кроме как в новостях, пока еще не звучало. Расскажите нам, что это такое? Это те самые миллиард двести миллионов, о которых идет речь. Это как раз тот самый миллиард, можно сказать, да, не миллиард двести, да, это как раз те денежные средства основные, в которые Кировская область попала в эту федеральную программу. Еще раз, как она называется? Она называется «Безопасные и качественные дороги». Это как раз связано, это не связано со всей областью, сразу скажу, это связано именно с агломерацией, это перемещение населения граждан Кировской области из основных центров. Ну, это город Киров, город Слободской, Киров-Чепецк. Это основные центры в данной ситуации, да, где у нас основной поток населения проживает, ну, как бы, где основное население проживает и перемещается, да. Вот, это связано с дорогами только с твердым покрытием, это значит асфальтные дороги, это не говорит о том, что будут восстанавливать дороги грунтовые или какие-то еще. Это именно связано с дорогами твердого покрытия. Вот, это, эта программа распределена по, согласно методике, то она до 2025 года. Это значит, если мы ее будем выполнять в срок качественно и надлежащим образом отчитываться, да, и то качество, которое мы покажут подрядчики на дороге, значит нам до 2025 года, согласно этой программе, должно выделяться дополнительное финансирование на агломерацию. В данной программе, согласно методике, прописано, что первые два года это реконструкция, ну, ремонт, проще сказать, дорожной сети, а следующие года уже идет капитальное строительство. Все-таки речь идет о дорогах, которые находятся между этими тремя городами или внутри городов тоже? Внутри городов. Это, в основном, у нас идет речь о дорогах, которые находятся внутри. Внутри городов. Да, внутри населенного пункта, это дороги с основной степенью загрузки, там, к примеру, улица Ленина, к примеру, улица Московская, ну, дороги, которые, ну, и... Магистральные. Да, магистральные, но и не будем забывать и просмежные транспортные развязки, которые у нас внутри небольших микрорайонов существуют, да, которые тоже ремонтировать надо. Такая же, как улица Упита, если сделать с выездом на улицу Луганскую, да, также проспект Строителей, он тоже с большой загрузкой идет, который в этом году будет обязательно отреконструирован с улицы Московской до... По этой программе? По этой программе до улицы Рима и Юрдякова, вот. Вот этот участок, он будет... Строитель, проспект Строителей? Да, проспект Строителей от Московской идет до... Юрдякова, это другая улица. Ну, Юровская, Юровская, извиняюсь, Юровская, да, перепутал, вот до этого участка он будет весь промежуток практически сделан, да, потом будут отремонтированы, как минимум в программе вписаны уже 7 улиц, которые были в голосовании, которые заняли голосование в общественной палате, которая проходила, которые заняли самые лучшие баллы. Сейчас надо напомнить, что это голосование было не на каком-то местечковом собрании общественной палате, а на сайте общественной палаты, в открытом доступе для всех кировчан. Да, там как улица по поселку Ганина была, улица центральная, от улицы Держинского она будет ремонтироваться. По голосованию. По голосованию тоже она заняла. Точно места не скажу, конечно, но помню. Потом также по Радужному одна улица Конституции заняла первое место, вот, она обязательно будет ремонтироваться. Ну, практически 7 улиц точно в этом списке существует, список он большой, порядка из 50 позиций, можно сказать, улиц-дорог, да, но сейчас он маленько корректируется в плане непозиции, в плане сметной стоимости работ, почему? Потому что смета еще находится в центре на ценообразовании, точно по цифрам, сколько на каждую улицу будет выделяться, я не могу сказать. А когда станет известно? В ближайшее время, я думаю, мы где-нибудь, вот, например, 10 февраля в Министерстве транспорта будет проходить общественное обсуждение данной программы. Через два дня. Через два дня будет общественное обсуждение данной программы, это вот именно программа безопасности и качества дорог. Там будет, можно уже будет, я надеюсь, министерству задать, какие денежные средства будут выделены на какие, ну, отдельные участки дорог, они уже будут владеть какими-то цифрами. И они могут более подробно гражданам рассказать, все-таки какая улица и где будут ремонтироваться в Слободском, в Кирове-Чепецке и в городе Кире. Я сейчас параллельно попытаюсь найти информацию по поводу общественного обсуждения 10 числа на сайте областного правительства, насколько я понимаю, нужно ее искать, да? Да, на разделе дорожных, дорожных там, что-то с дорожной отраслью связано. Поскольку это же ведь открытое обсуждение, это не то, что там только УНФ придет или общественная палата, кто угодно. Нет, это любой гражданин с города Кирова, Кирова-Чепецка-Слободского может подъехать, присутствовать, понятно, нам пройдет пропускной режим, потому что у них пропускной режим в актовый зал, чтобы попасть, придет, может выслушать, задать вопросы, интересующие его по данной программе. Сейчас приверемся буквально на одну минуту, постараюсь за эту минуту найти документ. Через минуту снова особое мнение, и особое мнение сегодня высказывает Константин Сечихин. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня его высказывает член регионального штаба Общероссийского народного фронта Константин Сечихин, монтархон Светлана Занькова. Ну да, вот мы нашли, кстати говоря, я нашла, потому что я у компьютера, я нашла ссылку на общественное слушание, обсуждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации город Киров на сайте Общественной палаты, между прочим. Может, не знаю, Константин, как вы искали, но я на сайте правительства заблудилась. Нет, в сайте Общественной палаты есть ссылка на сайт правительства, где можно эту информацию подчеркнуть. Ну вот, на самом деле, здесь все есть на сайте Общественной палаты. Выходите, пожалуйста, смотрите, 10 числа в 11.00 в Министерство транспорта Кировской области, мне кажется, это важно, на случай, в 15 часов будет проходить обсуждение. Телефон 54-16-94, 54-16-94, это то, что указано. Не знаю, как вам там ответят, но, тем не менее, можно попытаться позвонить туда и узнать, как пройти, собственно. Напоминаю, 10.00 в 11.00, а, в срок до 15 часов нужно зарегистрироваться предварительно, до завтрашнего дня, я так понимаю. Да, там надо зарегистрироваться через телефон, потому что там пропускной режим у них в Министерстве. Да, телефон 54-16-94. Вот, и в актовом зале будет, я думаю, будет какая-то презентация со стороны Министерства транспорта, и будет более подробно рассказано, как будет действовать данная программа. Примерно, ну, будет рассказано, какие улицы будут ремонтироваться в 2017 году, и какие у них предпосылки на 2018. Таким же образом, если мы всё хорошо пройдём, 2017-2018 год, то в дальнейшем программа предусматривает капитальное строительство. Что такое капитальное строительство? Все понимают, это либо новые улицы, либо новый мост, путепровод какой, либо ещё что-то. Обходы в шайке, которые у нас планировали, западные, южные. От этого уже могут исходить. Ну, конечно, я не думаю, на обход, вы сами понимаете, колоссальные деньги, это уже под другую программу, но если что-то реконструировать, либо увеличить транспортный поток по каким-то улицам, где-то сделать кольцевое движение, где-то каким-то образом, вот это будет относиться к капитальному строительству. Я не думаю, что в рамках этой программы мост новый построят через реку Вятка, либо ещё бы что. Но если у нас закольцуют какие-то дороги, в рамках кольцевого даже движения, увеличат поток, расширят какие-то транспортные улицы, это будет намного проще. Также эта программа не говорит о том, что будет просто ремонт. Эта программа, она целенаправлена на уменьшение аварийности на дорогах. Это один из показателей этой программы идёт. Также программа нацелена на общественное мнение, на мнение граждан, потому что один из критерий, задач, которых поставлено, целевых показателей этой программы, это общественное мнение. Это мнение граждан после, например, прошёл 2017 год, произведены работы. Каким образом будет оценено это мнение, конечно... Сейчас мы вернёмся к этому вопросу. Итак, у нас миллиард рублей на город Киров. В этом миллиарде путепровод заложен или это отдельно? Это отдельно. Всё, вычитаем, слава Богу, потому что были такие вопросы. Далее, мы понимаем, что это пока что реконструкция, а не строительство новых дорог. Нынешний год, 2017-й, если мы его хорошо пройдём, то будут выделяться средства уже на строительство новых дорог, и можно изменить всю транспортную систему города Кирова, если действует грамотно. И вот тут возникает вопрос. Кто те люди, которые будут вести эту программу? В данный момент времени за программу кто отвечает? В данный момент времени отвечает Министерство транспорта Кировской области. А возглавляет его? Возглавляет у нас Нашногорский. Господин Нашногорский. И будет его возглавлять? И будет возглавлять. И будет его возглавлять. А в городе? В городе за программу, как я понимаю, отвечает дирекция дорожного хозяйства, именно как заказчик будет данных объектов по ремонту, да. Ну и Вячеслав Николаевич у нас Симаков. Сима-5. Вячеслав Николаевич Симаков. Вот, непосредственно, как я понимаю, будет за эту программу отвечать. Посмотрим, поработаем. Представление, вот вы сейчас, я знаю, что у вас в режиме буквально онлайн и нон-стоп происходят встречи на разных уровнях по этому программу. Есть представление о том, как она будет реализовываться, и надежда на то, что она будет реализовываться в срок качественный? По крайней мере, те заделы, как это все начинается, а начинается это не мая месяца, а все-таки программа еще начиналась осенью 2016 года, когда министерство транспорта подавало документы на эту программу, потом по январю там уже было понимание по суммам, и сейчас на данный момент уже сметы находятся в ценообразовании, а именно, значит, в ближайшее время их будут выставлять на аукционы. То по подсчету, если все хорошо, мы уже где-нибудь в апреле месяце с вами увидим тех подрядчиков, которые выиграли эти аукционы. Во-первых, одно уточнение. Первое. Сколько все-таки всего улиц сейчас в списке? Ну, по примерную цифру могу назвать порядка 55 объектов. Порядка 55 объектов? Я не могу сказать улиц, я знаю, что порядка 55 объектов. А что-то кроме улиц в объектах может быть? Ну нет, это и есть улицы, объекты, да, просто это может быть там участок такой-то с такой-то улицы, по такой-то улице. Ага, участки улиц. Как вы нас помните, улицу Лени наделили на несколько участков. Участки улиц, помните? 55 объектов, это участки улиц. Это первое. И второе, хорошее слово, которое прозвучало, это подрядчики. На такой огромный заказ в 1 миллиард рублей, наверное, найдется такое количество желающих. Надеемся, что... Или нет? Нет, конечно, мы как общественники надеемся, что на такой подряд, ну как бы на такую сумму... Мы надеемся, а в реале что? А в реале посмотрим. Что значит посмотрим? У нас есть такое количество подрядчиков, которые могут освоить такие суммы, но вы не можете не знать, вы уже в инспекции дорожной, так сказать, общественной... Если брать только город Киров, ой, Кировскую область, да, понятно, что таких подрядчиков у нас по пальцам на одной руке пересчитать, грубо говоря, да. И то там 3-4 максимума. Своих подрядчиков мало. Своих, да, своих мало, но при... Их не хватит, если честно. Понимаете, как бы на территории Российской Федерации хороших крупных, больших подрядных организаций, их много, вот, с хорошей техникой, с хорошими ресурсами, да. И такой подрядной организации, когда они видят, что разыгрывается там не 100 миллионов, потому что они берут большие лоты, они берут миллиардные лоты, да, когда большие объекты берут крупные, им проще зайти. Так же, как это было с путепроводом в чистые пруды, хороший большой крупный объект, зашло крупное предприятие, да. Так же и на дороги города Кирова, я надеюсь, зайдут хорошие крупные подрядчики. Федеральные. Федеральные, именно федерального масштаба, а не там, не ближайшего какой-то деревни, там, Удмуртии или еще откуда-то. Осознают те, кто курирует сейчас эту программу, Машногорский и Симаков, что необходимо будет работать с федеральными компаниями? Осознают. Поверьте, осознают, по крайней мере, аукционная документация будет прописываться очень жестко. Во-вторых, будет для всех районов единый контракт, о чем мы с вами и говорили. Что значит? Ну, единая форма контракта называется, да, не технического задания, а единая форма контракта. Когда мы провели анализ контрактной системы в том году, в 2016, в рамках рабочей группы при общественном палате, мы, это был один из наших, как говорится, нареканий. Почему? Потому что каждый район выставлял свой образец контракта. Сейчас это будет единая форма контракта. Она уже разработана, районам разослали. Это и для районов хорошо. Они, по крайней мере, будут знать, на что сливаться и не будут ошибаться. Конечно, по крайней мере, с нашей стороны был проведен анализ, мы выбрали основные критерии по данному контракту, к нам прислушались по данной форме контракта. Надеюсь, что в следующем году меньше будет тех изъянов, которые, ну, в этом году будет меньше изъянов, которые были в том году. У меня вопрос по поводу федеральных подрядчиков. Ведь деньги выделяются на строительство дорог не только в Кировской области, а по всей стране. Конечно. Опять, хватит ли этих подрядчиков на всю страну? Или как-то на страну белорусов, вот, например, приглашали? Я думаю, что у нас хватит. Просто хватит. Правда, я не работаю в этой сфере, да, как дороги не делаю. Это станет ясно уже в марте месяце. Я, как общественный контролер в этом направлении, да, не могу вам сейчас сказать. Но у вас же не может не волновать этой истории? Нет, конечно, меня волнует. Конечно, мы задумываемся, с одной стороны, и знаем, что министерство в этом направлении тоже работает. Но как они работают, я вам не могу сказать, потому что я не присутствовал. Там, может, обзванивают, может, как-то привлекают их, может, коммерческие предложения какие-то показывают. Ну, я правда не могу сказать. Про то, как они работают. Про контроль. Насколько я понимаю, эта программа требует... Вы в самом начале нашего разговора сказали, что эта программа требует... В своей основе у нее заложено, что она требует общественного контроля. От первого А до последнего Я. Так, конечно. И еще раз напоминаю, 10-го числа в 11 часов в Министерстве транспорта Кировской области будет общественное обсуждение программы. И каждый может прийти туда и послушать, что только надо зарегистрироваться до завтрашнего дня по телефону 54-16-94. И дальше на всех этапах тоже общественный контроль будет присутствовать. Вот сейчас как правительство видит этот общественный контроль? Вот, по крайней мере, как правительство видит, и правительство сейчас на данный момент со стороны Министерства активно общается с рабочей группой при общественной палате. Это как элемент общественного контроля, которое было создано еще в том году. Мы ее переформатировали и сейчас начинаем дальше работать. Состав у нее изменился? Состав он не сильно изменился. И он есть на сайте общественной палаты? Да, на сайте общественной палаты. Честно скажу, его нет, но в ближайшее время появится. Потому что этот недочет общественная палата обещает устранить в ближайшие дни. Я его тут недавно заметил, этот недочет, попросил устранить, потому что списка нет. Плюс там некоторые доработки, которые попросил сделать, потому что мало информативности именно по этой рабочей группе. Надеюсь, что в ближайшее время мы увидим то, что попросила рабочая группа. А сказать по общественному контролю, ну, одним из элементов даже эти же общественные обсуждения, которые будут, вы вспомните, хоть раз было какое-то общественное обсуждение по какой-либо федеральной даже или областной программе, которая связана с дорогами. Я думаю, это впервые. Это уже какой-то плюс в дальнейшем. У нас в том году была разработана интерактивная карта по ремонту дорог. Понятно, что эта информация после того, как будут уже определены объекты, все уже конечно будет сделано, эти дороги там появятся. Под отдельным фоном, под отдельным полем, под отдельным цветом. На сайте общественной палаты? На сайте интерактивной карте, которая создана Министерством связи. А, на правительство? Это как бы, это отдельно, у нас есть ссылка на эту, с сайта общественной палаты, на эту карту, да. Но, понятно, она находится не на ресурсе общественной палаты, она находится на ресурсе Министерства связи. А где именно, не скажу. Вот. Плюс контроль будет какой? Обязательно будет фотоотчет со стороны подрядчика, со стороны заказчика. Это обязательно будет фото, видео, как они это определят. Но я думаю, это будет фотоотчет. Почему? Потому что это требование Министерства транспорта Российской Федерации. Обязательно. И этот обязательно фотоотчет будет выкладываться и на эту же интерактивную карту. Показывать для общества, что было, что стало. Это мы попросили и к этому прислушались. Мы сейчас прервемся, прервемся сейчас буквально на две минуты, продолжим еще про дороги. И еще про перестановки кадровые я бы хотела поговорить. Напоминаю, это особое мнение Константина Сичихина. Это особое мнение члена регионального штаба ОНФ Константина Сичихина. У микрофона Светлана Занько. Мы продолжаем про дороги. Хотелось вот что узнать. Хотелось вот что узнать. Насколько мне известно, одним из критериев успешности прохождения программы является удовлетворенность граждан с состоянием дорог, которые будут отремонтированы. И эту удовлетворенность ведь нужно как-то замерять. Конечно. Правительство что думает по этому поводу? Пока не могут ответить вам за правительство, что они думают, как они это будут замерять. Но то, что они уже привлекают нас на первых началах, как рабочую группу по дорогам, по общественной палатке. И как гражданских активистов, общественников, это уже какой-то, с нашей стороны, уже какой-то критерий, какая-то оценка будет в выполнении данных работ. В дальнейшем, может, они будут проводить там заказы соцопроса, может, будут разговаривать с ВУЗом. Ну вот в этой программе, которая у вас здесь, на столе лежит. Там есть небольшие критерии расписанные, как, примерно в каком направлении двигаться. Ну, местная администрация должна сама принять, в каком направлении она будет двигаться. И каким образом они будут эти критерии замерять общественному мнению по улучшению дорожной сети после выполнения первого года работы. Может, со стороны федерации будут свои замеры по регионам. Это они применяют, сами знаете, неоднократно, когда они отдельно заказывают и делают соцопрос в регионе. Независимый. Может, и так это будет, но все-таки одним из критериев данной программы, это удовлетворенность граждан в состоянии дорожной сети после первого года, второго года работы программы, третьего года. Все-таки в каком направлении движется регион. Вот мы говорим, дороги, дороги, ремонт, строительство новых дорог. Но ведь дороги связаны еще и с остановками, и со знаками, и с тротуарами, и прочее. Это в программе значится как? Общее это улучшение дорожной сети в рамках агломерации. Но, по крайней мере, на первый год, сейчас, на 2017, все денежные средства направлены на улучшение именно дорожного сети. Да, дорожного покрытия. Конечно, дорожное покрытие от остановочного павильона, а именно от остановочного кармана развивать нельзя. Может, помним, как было в прошлом году на некоторых участках дорог? Помним, помним. И этот вопрос мы сейчас... Когда карман, извините, надо просто сказать, когда карман остановочный, он как будто отрезан был от основного полотна, там была яма. Мы помним. Мы этот момент уже учитывали в ходе обсуждения, да. И со стороны заказчика было сказано, что данный момент будет учтен и в сметных документации, и в дальнейшем в рамках выполнения работ со стороны... Ну, в рамках подрядчика им будет указано, что там дорожные карманы, именно остановочные карманы, да, делать, например, там увеличить слой асфальта, там еще что-то. Ну, по крайней мере, обещали. Как это будет, мы с вами увидим уже в рамках работы. Я представляю себе, просто сделали мы участки дорог красивые, даже карман заасфальтировали остановочный, а удовлетворенный гражданин стоит в страшных остановочных павильонов. Когда будут замерять его удовлетворенность, это скажется. Вот, общаясь, как вы говорите, с властью, с администрацией, с чиновниками, да, мы поняли, вот сейчас и на данный момент у меня есть небольшое понимание, ну, как понимание, будут делать не просто, вот мы сделали улицу и все, а то, что вот вторая программа по дворовой территории, да, это все будут привязывать, стараться привязать... Связать комплекс мер. Да, будут стараться связывать этот все комплекс мер. Это, конечно, будет зависеть от администрации города Кирова, как наши руководители там, которые закреплены за этими программами, будут это все связывать, и как это все будет правильно работать. Почему? Потому что, понятно, ты сделал улицу, а двор разбитый, машина, которая выезжает с разбитого двора, с грязи, прямо на чистую, хороший асфальт, сами понимаете, это другая картинка всем. А когда она выезжает с хорошего двора, с сосновым покрытием, на новое покрытие дорожную улицу, да, это другая картинка, другое мнение гражданина, это маленькое другое отношение гражданина в данной ситуации, да. И если это все будет связано, а про это говорят, чтобы это все связать, это будет замечательно. Вот должна отметить следующее, что уж очень активно распространяется, в том числе и в СМИ, не говоря уже в соцсетях, информация о том, что в ближайшее время, чуть ли не в ближайшие 10 дней, Илья Вячеславович Шульгин заступит на пост руководителя городской администрации в Кире. Ну, вот смотрите... Я вас не прошу подтвердителя опровергнуть, но хочу спросить, а вы знакомы с Ильей Вячеславовичем? С Ильей Вячеславовичем мы неоднократно сталкивались на совещаниях, и у Ильи Вячеславовича в кабинете, когда мы разбирали программу переселения из ветхоаварийного жилья, который непосредственно в рамках ОНФ курировал. Напомню, что это исполняющая обязанности министра строительства и ЖКХ. И как раз эта программа относится непосредственно к нему как к министру строительства и ЖКХ. Программа по благоустройству? Нет, не по благоустройству, по переселению известного режима, а то, что непосредственно, с чего, можно сказать, начиналось это все. Знакомство? Да, мое знакомство. И в данной ситуации у меня сложилось такое хорошее мнение о человеке, можно так это назвать. Акарактеризуйте его, пожалуйста. Хороший управленец. Что он с людьми умеет разговаривать, распределять обязанности? По крайней мере, да, умеет распределять обязанности. По крайней мере, эффект работы, эффект по нашим просьбам, ну не то что просьбам, а по нашим предложениям была постоянная реакция по тем домам, по которым все происходило. И даже те сообщения, которые от граждан приходили, мы их сразу сообщали, было практически в течение суток создана комиссия, комиссия выезжала на дом. Это о чем-то уже говорит, хотя человек работает там полгода всего в министерстве. А он специалист в этой сфере, в которой он менеджер строительства ЖКХ? Понимаете, я не могу комментировать специалисту, он не специалист в сфере ЖКХ, но как руководитель, как мы с ним сталкивались, он хороший руководитель. Как это будет дальше, по живем в виде. Потому что если в случае назначения Шульгина, действительно, главой администрации города Кирова, ему придется делать выбор. Либо он изучает существующую команду, туда, значит, вживается и пытается изменить что-то изнутри, потому что менять все равно придется, правда же? Хотя бы в связи с новыми проектами, на него целый миллиард обрушивается, и больше, миллиард-двести миллионов. Либо он меняет полностью команду, и тут человеку пришли мои сказания, уж не знаю, кто в помощи. Все, поймите, как бы, мы не говорим о спецификации человека, мы говорим о хорошем управленнице. У меня суждение, он хороший управленнице, он сам будет для себя, если он, правда, придет на данную должность, он сам для себя решит, с кем ему работать, а с кем не работать, и как любую программу выполнять. У вас какие прогнозы, Константин? Он все-таки постарается изменить команду, наберет новых людей? Как это делает правительство сейчас? На данный момент я не могу вам какие-то впечатления делать. Хорошо, вы, зная администрацию городскую, а вы ее хорошо знаете, считаете ли, что нужно произвести изменения в конторовой политике? По некоторым вопросам я считаю, что нужно произвести конторую политику в городе, потому что мы непосредственно со многими специалистами города контактируем, с некоторыми специалистами, это, как говорят, адекватный вопрос, адекватный ответ. Кто, например? Я сейчас не буду поименно называть, это будет неправильно, да? А по некоторым вопросам понятно, когда задаешь вопрос, ты не получаешь адекватный ответ, ты не получаешь реакцию, у тебя складывается другое мнение по всей ситуации, да? Вот, из этого посмотрим, поживем, увидим, что будет дальше, как бы сейчас забегать, официальной информации нету, назначения на должность. Справится в ОСИБ? Я считаю, справится. С ролью главы города, главы администрации? Если в человеке есть задатки хорошего управленца, да, тут вопрос специалисты, не специалисты. Город – это большой механизм, где должен, как говорится, хороший управленец, да, который мог бы правильно поставить точки, поставить специалистов нужных на места, и каждый специалист отвечал за свое направление, да, и после этого с него требовать. А если ты будешь требовать, значит, люди будут работать. У него есть Вячеслав Николаевич, Симаков, который за все отвечает в этом городе. Вячеслав Николаевич за все отвечает, по крайней мере, компетенция Вячеслава Николаевича неплохая, специалист он хороший, да, то, что на него свалилось, вот это все, то, что происходит сейчас, и за одно, за второе, за третье, за четвертое, вот это уже новому, как говорится, гранатозначальнику решать. Будет Вячеслав Николаевич отвечать за все, либо за отдельное направление, это все не от нас зависит. Мы будем наблюдать, смотреть и с какой-то точки зрения подсказывать, если к нам будут прислушиваться. Хорошую Вы упомянули историю про наш ВУЗ опорный в части как раз замеров удовлетворения горожан дорожным строительством. Я не знаю, как это развивается Ваше взаимоотношение, я имею в виду, рабочей группой с ВУЗом или нет? Со стороны ВУЗа в рабочей группе присутствуют члены рабочей группы, все-таки он прекрасный специалист, это Шамиль Бузиков, да, постоянно общение идет, вот сейчас по некоторым, по сметам он помогает, сравнивает, смотрит, то ли материал в сметах указан, по тем сметам, как по новым дорогам, да, по новому, как говорится, по новому ремонту, который будет. По крайней мере, общаемся. Я не говорю, что мы, понимаете, мы же не дергаем постоянно ВУЗ, там, дайте это, дайте это, там, дайте ту информацию, да. Конструктивно, с подходом, все понимают, что люди работают, я тоже работаю, да, он работает, все работают, да, но периодически то, что нам требуется, ВУЗ нам предоставляет ту информацию, которую мы просим. Ну, то есть, развить эту тему сейчас, конечно, не получится, просто в таких грандиозных масштабных проектах видится, что должна наука как-то там участвовать. А без науки никак. Как она участвует, пока непонятно. Без науки никак, почему? Потому что мир меняется, и науку надо применять, даже в дорожной строительстве науку надо применять. У ВУЗа есть хорошие разработки в этом плане, мы их, ну, понятно, что они там не защищены, там, не в гости, а в рамках тех условий, да, но все равно это наука. И без науки мы никак, если мы не будем работать с наукой, мы не будем стремиться к совершенству, мы не будем развивать технологии, а будем стоять на одном месте. И с ВУЗом, конечно, надо работать, с учетом того, что я наблюдаю, как ВУЗ развивается сейчас, в каких направлениях и биотехнологиях, и в строительных технологиях, да, и в агломерации, и в организации тоже, как бы, это большой плюс, и с этим надо работать, это потенциал. А молодежь, та, которая находится в ВУЗе, это потенциал, тот потенциал, который в дальнейшем будет развивать и Кировскую область, и город Киров, и нашу родину. Константин Сечихин, его особое мнение сегодня прозвучало в эфире нашей радиостанции, микрофон работал Светлана Занько. Всем до свидания. До свидания, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok